привет исследователи это исследователь этот ролик в основном для владельцев sony телефонов это sony st21 я его перепрошивал просто для интереса ну и вообще я считаю оптимальное соотношение него цены и качества конечно тормозит ужасно но стоит я понимаю около 1000 рублей может даже 500 рублей на нем стоит android его не жалко потерять разбить конечно можно купить любой другой стеклянный но просто не вижу смысла я считаю это идеальные материалы пластиковая крышка матовая такая прям приятная люкс и металл и стекло спереди пластик обычный который весь исцарапался но можно пленку было прицепить и тогда он был как новенький сейчас ведь я пленку прицепил на царапанное я хотел показать в основном как войти в режим фазбуд и flash 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 это держишь внизу громкость либо сверху вот кромкости переключателем очень маленькие поэтому нажимать пальцем очень неудобно можно ногтем во всех инструкциях написано видно так sony инженеры придумали сделали очень мега неудобная вещь что нужно держать кнопкой вставлять провод но это я даже не буду показывать представляете как это неудобно держать держать кнопку и сразу вставлять этот кабель но это не нужно я придумал способ он работает сейчас я вам покажу кнопку аккумулятор вынимаем провод вставлен кабель видите он вставлен здесь чем хотите нажимайте мне удобней такой вот отверткой нажать вот я нажал и просто аккумулятор вставляю кнопку отпускаю все я написал я покажу потом фазбуде ну вот синенький диод видите как бы это фазбуд все я вошел провод не дергал к все отлично более-менее удобно сейчас давайте то же самое выдергиваю и флешер в режим флешер это если вы прошиваете через этот программку sony mobile flash by android сайт держу нижней тяжело попасть он щелкнул все слетает слетел держу так все отпустил флеш мод вошел сегодня кабель я не дергал вот такая вот мне кажется полезную вещь потому что я измучился это вот надо включать питание вот эту кнопочку сверху держать потом у меня стал автоматически включаться криво прошилась и стал автоматически запускаться мне надо было выдергивать крышку одеваешь она же здесь не простая вот такая вот очень неудобно все делать но теперь вы видите как можно войти в эти режимы фазбуд все работает я уже навозился с этим телефоном прошивку оставил стандартно потому что были кое-какие сбои с теми не знаю чего они возникали но инженеры конечно инженеры sony это же вроде серьезные умные люди вот так вот режим фазбуд зачем такое делать неудобный но очень неудобно но провод смысле дергать конечно можно обойти в основном так людей будут жать проводок вставлять это ужасно здесь увидите карт памяти с не еще недостаток такой нашел она не выезжает даже если нажимаешься равно никак не вынуть ее тоже такая дурацкая конструкция и что интересного здесь могу отметить видите плюсы минусы такие двойные контакты новых моделях не встречается вам такого видите для более надежного контакта это отлично ну и видите отверстия это для светодиодика как бывает на многих дешевых китайских безымянных телефонах светодиодик сэкономили так и здесь это правда место для светодиода посмотрите но явно светодиод но зачем экономили пихнули бы ну что ж буду заканчивать единственно что опять скажу вам видите антенны здесь антенны это антенны это три антенны они не подписаны жалко и не могу сказать что это за антенны но когда рукой вы берете вот так звоните то вы гасите весь сигнал большая фиг знает какая в общем и типа через вай-фай интернет либо разговоры вот так все закрываете сигнал естественно улетает поэтому инженерам хорошо бы вставлять было антенны верхнюю часть либо вообще сделать внешние антенны это вечное говно будет вот так вот хоп и закрыли а при частотах 2 и 4 гигагерца вай-фай то это вполне хорошо так сигнал гасит что ж да пока что заканчиваю телефон отличный для своей цены пластиковый экран это супер вообще фигня то что он там поцарапан включить его что не это херня все видите он весит царапан но это когда не включён а потом включается и этих царапин не видно просто отличное соотношение цена-качество все эти новые изобретения на полная херня устройство надо пользоваться чтобы удобно здесь этот телефон конечно дико тормозит это просто невозможно и пользоваться но если бы этого не было было бы просто идеально но при такой цене я думаю у него конкурентов нету просто отлично это появилось все время при каждой загрузке возникает криво рот поставился как я понимаю ну что ж на этом все пока исследователи